Несколько минут осталось до главного спортивного события дня. На чемпионате мира по хоккею началась игра на вылет. Сейчас четвертьфинал сборной России против сборной Германии. Об эмоциях, которыми уже охвачены трибуны, расскажет Иван Прозоров. Он в Ледовом дворце. Сборная России и Германии сейчас заканчивают раскатку перед матчем. Совсем скоро они покинут лед, чтобы ледовые машины поправили покрытие. Ну а на стадион продолжают подходить зрители. Рассчитанное на 12 тысяч, ледовый дворец, как ожидается, будет переполнен. А снаружи есть еще и фан-зона, где наша сборная тоже очень горячо поддерживает. Россия! Россия! Хоккейная форма, флаги России, кричалки, море эмоций уже захлестывает трибуны. Болеть за наших приехала вся Россия. Здесь мы видим зрителей из Сочи, Кемерово, Казани, Хабаровска. Познарог знает, что он делает, и он подбирал очень хорошие тройки. И сейчас у нас очень боевая, молодая, напористая, хорошая команда. Победа будет за нами. Мне дети подарили еще в январе этот билет, и я дождался, представляете, 19 мая, дождался, вот, через финал. Выиграют, конечно. Супер будет все, наши победят. Сто процентов. Эта игра за выход в полуфинал должна стать настоящим украшением турнира. Сборная России набрала обороты. После слабого начала в матчах с Чехией и Казахстаном, красная машина завелась и достойно обыграла Латвию, Швейцарию, Данию, Норвегию и Швецию. К тому же статистика встреч в нашу пользу. За последние годы Россия провела больше десятка матчей против Германии и лишь однажды уступила. Но наши игроки и тренеры перед матчем сказали, что расслабляться не стоит. Сборная Германии заняла в группе Б третье место, обойдя американцев. Под руководством наставника Марко Штурма немцы стали быстрее, мобильнее и сплоченнее. Тренеру всего 37 лет, а он уже вывел команду в плей-офф. К тому же состав ее пополнили три игрока из НХЛ. У сборной России больше шансов выиграть, чем у сборной Германии. Если говорить об атмосфере, то мне очень нравится, как здесь все организовано. Я надеюсь на отличную игру. Несмотря на то, что поддерживать сборную России будет переполненный ревущий стадион, команда Германии намерена дать полноценный бой хозяевам площадки. Но, похоже, остановиться и избавить обороты красной машине просто не дадут болельщики. Тем более в игре на вылет. Она начнется через считанные минуты. Итак, уже определились два участника полуфинала. Сборная Америки сегодня обыграла команду Чехии, а финны одержали победу над хоккеистами из Дании.